Многие жители Каспийска отказываются от проверки специалистами по использованию газового оборудования в своих домах и квартирах. В связи с этим число несчастных случаев только увеличивается. По этой причине начальник отдела внутридомового газового оборудования Каспийсгазсервис Магомед Махмудов обратился к горожанам с просьбой не препятствовать работе сотрудников отдела, которые выявляют нарушения. Наши специалисты ходят, производят подворные обходы и квартир, и частных секторов. Но очень много нарушений. Везде отсюда проведены резиновые шланги. Везде отсюда проведены трубы, полимерные трубы. Очень много нарушений. При выявлении этих нарушений выдаем предписание людям, даем им обновленные шлоки, чтобы они устранили это. Как отмечает руководитель, нарушений очень много, которые сотрудники стараются незамедлительно довести до собственников. Основной проблемой, считает Магомед, является отсутствие газового анализатора. Законодательством не предусмотрена обязательная установка этого газового анализатора. Именно по этой причине мы вынуждены обратиться во все инстанции, чтобы узаконили данное положение, чтобы люди установили именно газовый анализатор. Он препятствует. Он определяет запах, отключает газ. Кроме того, сотрудники КАСПИС «Газсервис» предупреждают о том, что устанавливать натяжные потолки в доме крайне опасно, если жилье не обустроено по всем правилам газового оборудования. При хлопке газа, в первую очередь, эта ПВХ-плёнка расплавляется и покрывает ниже расположенность всё вот этими каплями, горящими каплями. И ожоги будут глубокие, и это является источником возникновения пожара. Ну, хочется людям обратиться, чтобы действительно, чтобы они берегли себя, свою семью. В первую очередь, установить газовый анализатор, в вторую очередь, отказаться от этих покрытий. Напомним, что отказ от проверки дома является незаконным, поэтому такие действия влекут за собой административный штраф в размере от полутора тысяч рублей.